Добрый день, уважаемые участники вебинара. Сегодня мы проводим очередной вебинар в цикле обучающих мероприятий о проблемах бизнеса, путях их решения, механизмов защиты предпринимателей и их прав. С вами я, Гончаров Александр Николаевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области. В качестве темы мы сегодня выбрали вопрос, который волнует очень многих предпринимателей, и не только предпринимателей, но и всех граждан нашей области. Этот вопрос касается, еще раз повторюсь, буквально всех. Мы слышим его на каждом выездном мероприятии, во всех муниципалитетах, на всех совещаниях. Вопросов достаточно много, и вот сегодня мы хотели бы их обсудить. Это вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ну, некоторые говорят по-другому. Это мусорная реформа. Итак, реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, далее я буду называть твердой коммунальной ТКО, началась в России с января этого года. В основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года в части обращения с отходами предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных ко вторичной переработке. В регионах разработаны стратегии обращения с отходами, предполагающие достижение целевых показателей уровня переработки и снижения воздействия на окружающую среду, а также использование наилучших доступных технологий. Система сбора и обработки мусора в России практически не обновлялась в течение последних 40-50 лет. В большинстве случаев мусор захоранивался на специальных полигонах, сбор фильтратов и свалочных газов при этом не производился, что создает значительную экологическую опасность для окружающей среды. Мы с вами видим, например, и Челябинска, как происходило горение этих газов, свалка наша постоянно горела и выделяла достаточно много газов, и наша экологическая обстановка в городе была нетерпима. Так что реформа давно назрела, это не только в Челябинске идет речь и о крупных других городах, поэтому реформа назрела, она даже передозрела. А вот как она идет, предположительно, реформа разделена на этапы. Подготовка и согласование, первый этап, подготовка и согласование территориальных схем обращения с отходами в каждом регионе страны. Дальше нужно было выбрать региональных операторов, которые будут отвечать за весь цикл обращения с отходами. Установка единого тарифа по региону на услуги по обращению с отходами. Создание четвертое. Создание в регионах современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов. И параллельно с этими мероприятиями планируется постепенное введение в регионах раздельного сбора мусора. В ходе выступлений мои коллеги постараются отразить наиболее актуальные вопросы, обращения с твердыми коммунальными отходами, и потом мы ответим на вопросы. Со мной в студии сегодня работают представители профильных министерств и руководители региональных операторов. Хочу вам представить. Дрыга Антон Александрович, исполняющий обязанности первого заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Жука Юня Анатольевна, начальник управления организации обращения с отходами Министерства экологии Челябинской области. Трунова Екатерина Владимировна, заместитель начальника главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Бубнов Алексей Анатольевич, генеральный директор Центра коммунального сервиса. Я так понимаю, самый крупный сегодня оператор это вы? Да. Да, у вас входят такие кластеры, как Магнитогорский кластер, Челябинский кластер, Карабашский кластер. Если образом сказать, это 87%. 87%. Да, поэтому вам отдельное спасибо, что вы согласились сегодня принять участие и ответить на вопросы как субъектов предпринимательства, так и простых граждан нашей с вами области. На сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Если на какие-то вопросы мы не сможем ответить в студии, то также они будут размещены. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...